так мы приехали с магазина а у нас тут гнездо слышите как птички птенчики маленькие поют вылетела да да там не увидишь куст расцвел а до того как он не свел они здесь сделали гнездом она мамочка прилетела до папочку вот плохо здесь просто куст переплетен только ведь вот эти желтые рты в общем откуда ты куст был страшный они в этот момент то есть он не цвел они строили все это гнездо я видела там они в глювике таскали все эти визу было видно зацвел они как раз там у нее вылупились и ничего не видать наш красивый вкус он все время дух нет сначала потом висит такой вот опять же в зелени весь красиво расцветает так я пришла домой вот с кустка приехала и не видел продолжение следует у меня заказочка здесь я вот так вам не было из холодильника вот еще покормила и уехала магазин на мне поднялась уже вкусно пахнет я думаю сейчас наверно хлебушек замешу попробую вкусно пахнет прям вот все будет у нас хлеб свой я так полотенчика бумажным закрывая резиночкой очень хорошо вообще ничего не надо некие шапочки мне прям все прекрасно я буду делать муку скорее всего такую простую сделаю и немножко добавлю темного цвета муку замесить надо будет еще потом получать целый всю ночь в холодильнике хлеб должен будет полежать и завтра я попробую выпекать в общем если что покажу весь процесс на не будет показ потому что сама буду делать первый раз и я вот все время хочу внук отвлекаться вот но если получится все покажу вам какой получилось разрежем посмотрим пока обещать не буду но я надеюсь что все получится поднялась принципе неплохо никогда не думал что буду этому так радоваться честное слово так пенечку покажу мы забрали получается после котка заехали забрали ее у нас косточкой все кость не отдает побежала это подстригли видите хорошо подстригли такого худая худая довольная в общем вот такая девушка длинная ты только подросла скоро 13 апреля будет день рождения у нее будем отмечать да пень один годик будет сегодня у нас пятница сегодня 5 апреля и я в предыдущем видео говорил что я буду печь хлеб на закваске сегодня у меня второй раз и второй раз тоже конечно не идеален как бы я хотела но я хочу просто своим поделиться как у меня получилось поэтому не знаю давайте посмотрим со мной мой хлебушек который я недавно вытащила из духовочки сейчас покажу штучка специально такая гнущаяся могу немножко нагнуть вот так вот меня правда видно не будет но посмотрите он конечно не идеальный не такой красивый это тартин но надрезы тут я тоже особо не делала потому что у меня нету специальных приспособлений никаких да и вообще формочек еще нету просто замесила и спекла не знаю как там делать вот так вот он так сильно не хрустит давно уже у меня лежит он должен хрустеть но такой вот корочкой покрылся в общем как говорится второй раз у меня блин кому вот сейчас попробуем разрезать его надеюсь куда-нибудь идеально у меня получится я сделала по моему 400 грамм белой муки и сделала 100 грамм муки цельнозерновой ну в общем вот так вот получился уж не совсем прям ужасно да еще пара идет видите от него ну в принципе немножко конечно могу похвастаться чуть-чуть хочет сказать еще красивее сделать ну такой вот видите ржаной получился потому что 100 грамм я добавила и пахнет таким хлебом вообще просто кайф это очень полезный хлеб на закваске он очень хорошо ну для людей у кого проблемы там с кишечником да для желудка то есть он лучше и от него говорят что не поправляешься поэтому если вы любите хлеб а я обожаю просто хлеб и у меня всегда проблем рассказать в организме тоже вот болит то еще что-нибудь в общем от вот этих вот булочек всяких да поэтому этот хлеб конечно же он гораздо полезней и классно даже те которые я покупаю я стараюсь здесь брать например вот эту табель я покупаю саурдаф или саурдаш как там это правильно называется на закваске хлеб у них продается он белый тоненько нарезанный такой с дырочками но он такой знаете он сам такой вкусный потом холлфудс тоже набрали какой-то более плотный пусть он вот не такой как делаешь ты он все равно код другой ну и прям вообще она просто красота сейчас короче так знаете как это как тося кислицына так вот батон взяла так маслом сейчас намажу и сверху варенье так вот и так буду есть еще у меня авокадо если правда она не созрела вчера мы купили авокадо не созрелся у меня хлеб получился сейчас будем чай пить на втором этаже ну надо теперь будет идеальность я хочу чтобы он такой красивый получился правильной формы мне нужно купить какие-то все эти приспособления хочу там всякие чарчики вот эти специальные формочки купить лезвие не знаю нужно не нужно но все равно какой-то ножичек что еще в принципе спасибо огромное конечно алиночки алина мне дала эту закваску я приехала в желание и наконец-то я сделал потому что моя закваска я уже много раз говорила у меня не получалось я ее и магнит и никак не смогла родить а вот алинина она у него это поживет в общем как я так рада вы не представляете мне счастье просто нет предела я не знал что я буду этому так рада но реально хлеб хочется хороший есть потому что все здесь вот покупные хлеба можно взять но они все равно для меня не то что вот я сейчас сама сделала это не из-за того что сама замесила там не из-за того что ты там так сказать труда с такого живой любви а это ну это реально по вкусу чувствуется точно совершенно другой само собой пока еще лучше никто не сделал в магазине поэтому все конечно лучше а еще сейчас покажу вам сейчас нарежем сразу хлебушек уеду сейчас потому что собралась надо будет ехать с Артемом и сейчас детям тоже сразу же у меня дети кстати тоже хлеб любят я покупаю когда в магазине более-менее едят мы уже не покупаем вот эти вот толсты какие-то для толстов очень редко я вообще грухли поэтому беру только на закваски сейчас принципе можно свой печь очень здорово в общем нарубила по-свойски конечно же вот эту гнущую штуку артем не поставил такой который я купила но она как-то вот так вот болтается не знаю ой извините пальцы поставил на камеру в общем не знаю надо ее как-то гнуть а еще у меня здесь рядом лежат вот эти вот хлопья которые мы вчера купили в костках я хочу вам показать оказывается чем они тут полезны у них такой состав здесь они на кокосовом масле там короче там муки такой особо-то нет они сделаны как будто вы знаете из семечек из семечек внутри если откусить поломаю я вам сейчас покажу такой видите цвет да это на самом деле семечке то есть не мука а семечке вообще круто и там получается ты кушаешь прям как будто семечки ешь получать какао масло вот это кокосовое там это еще в общем они очень-очень полезные немножко такие чуть-чуть горьковатые потому что там реально какао то есть без сахара но с молоком я думаю очень вкусно поэтому кто любит семечки вот это все хорошенькие это приложение приложение говорила бобби опров это не кстати бобби опров одобрено я так сказал ну все пойду пить чай кстати масло наверно масло с пищу купила масло литовская первый раз жизни заваривает честное слово стоит смотреть цена 499 видите вот литовское масло домашние 200 грамм здесь до 200 грамм 82 процента жизненности сейчас возьмем это масло литовское попробуем вкусно и невкусно и ни разу же не менял по моему . нас кушать ела из них детстве там но здесь точно ни разу не брала но она не такой сильный желтый такой мы в костку купили то есть такое вот светленькое вы видите ну если сравнить сейчас я покажу вот масло в костка которые покупают видите на кашу и вот это вот видите разница какая большая там огромная здесь где 95 процентов 95 процентов жирности до до 12 вот сейчас маслянку положу 3 мне такая масляночка все так и это крада вообще что у меня это получилось мечтала прям утром горяченький такой из духовочки такой прям горяченький хлебушек поесть свой нормальный все там я нарезала хлеб нарезала что нарезала давать варенье так у меня есть вот такой вот инжир варенье с инжиром можно авокадо авокадо еще зеленый не созрела шкафчик кладу туда внести не залежит обычно до 1 2 2 нам наверное постоять чтобы он потемнел так можно колбаску сверху делать колбасу сейчас и сыр говядина жесткая такая колбаса тоже купила в европейском магазине так колбаска чисто говядина ну с артемкой кстати он очень любит синину в последнее время решили с ним где не есть просто вообще начали только говядина курица индюшка но свинину больше не будем так что такие новости так сыр сыр нарежу это нож был специальный вот такой вот с одной стороны классный нож вот это я люблю на кухне стоят люблю морковку порезать да печенье когда делаешь такие форму такой придает нож мне очень нравится это по-моему единственный чем я пользуюсь из вот всяких таких штучек кусочек сыра ты тоже хочешь да ты тоже хочешь конечно конечно немножко надо чуть-чуть прям вот совсем чуть-чуть вот совсем чуть-чуть сейчас ругаться будут все конечно чуть-чуть хочется чисто по нашему просто я еще потом с маслом сделаю масло пока еще холодное оно это так сказать тяжело мажется поэтому сейчас немножко его подожду в общем все пойдем выпить чай пойдем сейчас по делам не знаю завтра не знаю дальше продолжим где-нибудь видео в общем все у нас у нас завтрак и приятного аппетита боже это божественно то молодец я молодец темка идем смотрите что я делаю делаю салат салат фруктовый клубнику нарезала в кустку покупал очень много сейчас я ее нарезал голубик сейчас будут дыни тоже нарезать я ее уже изначально почистила порезала вот здесь у меня заквасочек стоит я ее прикормила вот прямо здесь вот так вот поставила полотенчиком накрыла в общем у нас утро сейчас буду готовить фруктовый салат киви наверное еще добавлю сюда бананчики добавлю и мороженым заправлю нашим мороженым я купила наше мороженое в европейском магазине вот будет сегодня такой у меня салатик фруктовый так все салатик готов мороженое сверху положила яблоко клубника банана голубика дыня что еще там а немножко апельсин красный положила что еще киви да я сказала не говорил ну в общем полный коктейль все это размешиваем и потом детям и себе конечно же наше мороженое пломбир я взяла очень прям такое вкусное мороженое можно еще орешки добавить сверху у меня кстати есть лесные орешки такие но это уже индивидуально каждому можно сверху просто в тарелочку посыпать еще я хочу показать я поставила на закваске кстати по рецепту гене год назад я у нее нашла как она ставила на закваске на булочке тесто и вот оно у меня всю ночь простояло нужно было в мешке конечно но у меня мешка не было как замесила так поставила в холодильник на ночь его нужно было поставить оно с маслом масло жирненькое добавила в общем тут заквасочка молоко в принципе и 4 желтка сахар и все это прям замешивается и добавляется в конце уже масло сливочное вот 750 грамм муки там 450 миллилитров молока 4 желтка и закваска 180 грамм все это в общем перемешивается все замешивается а соль еще 11 грамм и все и в принципе тесто готово можно ванилин добавить если булочки печь но я не стала потому что я хочу сегодня сделать с яблочками ну а пирожки у меня дети любят знаете вот не такие как там бывает что их немножко выпаривают как бы яблочки на сковородочке а у меня дети любят вот такое вот прям яблоко нарезанное сырое да и здесь конечно немножко есть корица и я просто сахаром размешала и буду формировать сейчас эти пирожки делать ну в общем оно поднялось у меня вот удвоилось два раза и в холодильнике так сказать всю ночь постояла его как я помню по рецепту гене нужно ну там в течение двух-трех дней можно использовать это тесто очень удобно вот фруктовый салат сегодня этим сделала там уже все фрукты все что все что можно в общем с мороженым с нашим пломбиром вот как и так буду сейчас делать булочки тем я боюсь у нас птица я вышла она мне всю голову и склевал у нас же здесь это гнездо и она мне прям клюет голову Артему тоже она пошла мне два раза она Артем мне ее бою слушай уже два раза клюнула представляете она там защищает их самое что непонятно откуда она появляется то есть я ее не видел она сверху да я ее не видел вот она опять закрой я ее не видел и она мне в затылок как долбанула потом еще села на дверь около метре сидит вообще оборзевшая уже птица вот но она в затылок долбанула она и когтями и клювом вместе да она вместе я подумал сначала ворона я забыл совсем что у нас здесь гнездо что-то она сегодня вообще агрессив что-то не в настроении она всегда мы около нее ходили разгружались сегодня аж она это решила защищать свое гнездо вообще вот так вот Артем еще ожидал я вообще не ожидала я сначала вышла я вообще не поняла что происходит но у меня воронок льет думаю все сейчас до мозгов дойдет такое ощущение было два раза и вон она прилетела точно для соседей докопается где она вон она у нас на крыше на углу смотри-ка смотри-ка пасет над гнездом или бы у нее они вылазить уже начали а может быть она потому что до этого она не была такой агрессивной ну они вот так вот где-то вообще сколько 5 вечера они начинают вылетать некоторые вот эти птицы они любят это песни постоянно какие-то поют ну просто потому что до этого она просто заскакивала туда кормила их и выскакивала а тут она аж что-то в округе это атакует всех может они уже начинают вылетать у нее скоро не видно может они-то уже в принципе не маленькие были страшно идти даже она может знает уже кого трогала все приехали домой больше она на нас не клювала сидела смотрела эта птичка сверху очень смешненько есть кто дверьку снял здесь машинку выбросили а дверька была одета а сейчас что-то снял кто-то может разбирают по частям что-то никто не забирает очень странно так мы собак выгулили домой тебе страшно что у кого клевать будет смотри-ка смотри-ка иди а Тём видишь ворчит уже Тём сейчас клюнет Тём не надо она сейчас на меня сядет ты зачем так делаешь ты же ее травишь на меня причем там - какие? да ловли ловли всё всё воспитываешь там что ну и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Плохо у меня заклеивалось Вот в общем вот в таком вот виде Но они вкусные То есть очень вкусненькие Здесь вот я нажала так, что-то дырочка такая В общем, это вообще лопнуло Посмотрите, видите, как у меня получилось Я не знаю, почему это так Но оно вкусное тесто Но пирожки некрасивые получились Наверное, мне кажется, булочки вот из этого теста Реально лучше печь, чем вот такие вот пирожки С такой вот жидкостью, да С яблоками, с сиропом, да Вот с этим сахарным Возможно Не знаю Вот, может, что-то я неправильно сделала Ну, в общем, как-то вот так вот Вот Ладно, мы все съедим Как говорится, моя семья все съест